то чувство когда уложили сына спать давайте родители подключайтесь кто еще детей спать уложил кричит шучу леончик спит привет привет а нет даже видеть комментарии чтоб жиж видишь короче мы планировали выйти с вами в эфир часиков давайте сделаешь тут не громко была музыка потанцевали хватит слышно нормально почему это не громко потанцуем все равно сейчас тема веселая а нет сделаем одну грустную тему вторую веселую обо всем поговорим сегодня жизнь такая не только хорошая но и разное случается короче хотели выйти в девять часов по москве но как я и сказала там плюс-минус чуть-чуть но получилось не чуть-чуть получилось плюс-минус достаточно времени сейчас 45 а я вообще утром лево просто а я утром объявил что 8 часов 2 часа 45 минут мы просквозили у нас сосном сейчас непонятки у лево режутся зубки и мы просто его укладывали несколько раз зубки непонятки кто-то сидит тут да 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 смотрю вот уже около 100 человек сидят не спят что они громко музыка может потише дать нормально ты видишь что написано нет там русом может поближе подвинул а брендо цент иго ты понимаешь что нибудь до бонусы давай подвинем чему наклоняемся давай двигать чё эти двигатели телефонов что музыка норма отлично отлично вы бы спать шли уже нет смысла спать потому что весь во внимание серёга привет лео скоро лео скоро где серёга там серёга голубев привет привет короче лео скоро проснется его нужно будет докормить смесью потому что давно не давали смесь и он проголодается короче это не попросил чтобы на фильтр включил чтоб я был моложе я попросила на самом деле пишут вы делали иконит на иконе делали я писала по тегу тони про детей как у нас все получилось и что мы предпринимали скажем так что там еще как долго пытались беременеть долго но мы вот на седьмой год забеременели как вместе не все семь лет мы пытались беременеть вот какое-то время мы не пытались потом какое-то время мы улетали путешествовали то есть это можно выкинуть какие вы красивые какой классный фильтр то есть фильтр спасибо то нет что думаешь про фейс тюнс пробовала как избавляешься от носогубки фейс тюнс это редактор конечно пробовал мне кажется все упробовали фото редактор фотошоп ли фотошоп ли периодически но не все про фейс фитнес короче вы правы мне спать уже пора по ходу фейс фитнес я считаю что классная тема потому что на лице есть мышцы их можно тренировать это будет только в плюс вот носогубки пока не так я тогда вообще буду выглядеть потому что ты так слишком молодо выглядишь это вообще вы решили за все фильтр короче никак пока носогубку не трогаю не убираю вообще лицо пока не трогаю видите фильтрами спасались воронежу привет воронеж привет привет а кто это не сестра моя сестра родная воронеж живет ты не рудочка не люда так сколько лет вы вместе но официально 8 лет 9 пошел они официально уже вот 9 сейчас марте будет 1 марта 1 марта я то не написал но мы не но мы не сперма считали да мы тогда жили на разных планетах а начали у нас отношения нас когда мы увиделись 8 мая когда встретились делать а ну нет вот когда мы встретились уже все осознанно бэнас ночи с бэнас ночи с дочь спит с мужем ужинаем вас смотрим приятного вам аппетита приятного как водили кабачок как сначала дали 3 ложки на следующий день далее удвоили там 56 ложек мы смотрели как он ест и потом уже дали там около 12 потом был баночки он съел потом почти 2 баночку потом 3 баночка не сейчас сырой кабачок берет и вот так вот так до гимнастика да поняла замечательно малыш спасибо как вы боретесь зубами улево мы с зубами не боремся никак не боремся пусть растут зубы они нам нужны но я поняла вашего сна будет чего не делаем ничем не мажем он нормально себя в принципе идет терпимо не на самом деле у тони три раза возникало желание поехать в артику и купить гель вася в него мужское воспитание он нет нет в армии он пойдет как он в армии будет справляться с курсом молодого бойца планируйте второго ребенка планируем на позже гармоничный пар спасибо какая реакция с 0 на брокколи плюется вы знаете у нас всеядные по моему как и мы с вася ездил какая разница в возрасте подножным у нас с васи 10 лет разница в возрасте предскрыли нам тоже привет привет сна и вы сегодня нашла случайно вас спасибо добро пожаловать подписывайтесь у нас весело особенно по ночам когда мы не укладываем когда мой тортик не ставим сходим кстати у нас тортик мы сегодня купили все таки 6 месяцев захотелось еще дома тортика пожирать ночью очередной но мы сейчас же достанем в эфир закончим чтобы никто не чтобы все сомневались думали а может они так а вдруг они проехали на самом деле они не живут по ночам а у них листы что они такие странные катерина хотела бы быть вашей сестрой так про кого-то говорил это не людочка то него делали губы увеличивали нет у меня губы такие от природы я просто их сегодня пару раз так можно блюдечком для чая короче сегодня их обвела просто карандашом они больше еще кажется вообще я губа шлеп от природы его замечательно спасибо то не ушел во животе после родов нет порой я выгляжу как беременная на пятом месяце чудо приду втягиваю не смотри на меток придумал и ты так быстро читаешь и мы спорим быстро слушали а по-моему нет не группе уже постоянно так вы постарше нам три месяца 29 числа вот по ложечке кабачка дали реакция была забавная она не поняла что и да и наслева сначала три месяца мы не в три мы в пять месяцев первые пять с половиной так люблю вашу семью спасибо массаж делаете или вот сейчас у нас в районе курс массажа перед ползанием почему шли санель заказала energy для похудения и в рот не лезет ой часто слышим такие истории слышали слава богу слышали все уже не слышим и не будем слышать мы ушли из нл потому что нет там роста ну то есть знаете вот как те кто остались в нл они говорят вот как можно говорить что в нл все плохо бла-бла-бла мы говорим по факту до роста нет топ лидеры платят сами автокредит за мерседесы мы тоже платили последнее время сами автобонус отменили магазины отменили магазины закрываются то есть по факту говорим ничего не выдумываю топ лидеры уходят да было 7 магазинов стало три по моему 4 что такое да в общем и так во всех городах закрываются магазины переезжают там где-то поменьше помещения вообще нет роста в компании и не предвидится на наш взгляд мы так решили для себя мы ушли в ту компанию где рост сейчас идет и как говорится жизнь одна мы не можем сидеть на месте пока все знаете вот в теплом болотце получать чек просто который там нам капал какой-никакой да все очень долго рассказываешь про это так очень ночной дождь и начинать старые очень сейчас дамом расскажем про новую компанию они все-таки расскажем про старую новую звездом с последними событиями танечка привет дорогая ран привет лео умеет самостоятельно засыпать нет я поэтому пошла на курсы к сомнологу профессионалу сегодня кстати stories рассказывала буду учиться как ребенок ребенка плечи самостоятельно засыпать видео не нужна в помощь всегда видно что червячок делает но знаете наш червячок не даст себя в обиду и вот такой басок у червячка такой басок что слышат все соседи когда он проснулся такой вот его не спутать там да там что бывает такое гадать мальчик или девочка мальчика мальчик очевидно и по тембру голоса уже уже вы уже определились с подарками друг другу или это сюрприз вы знаете последнее время мы не делаем какие-то сюрпризы друг другу каких-то подарков что здесь сюрприз для меня вопрос вы определились они вас это определился с подарком ну в общем обычно на праздники мы идем куда-то там не знаю на спа или в ресторан гуляем где-то на теплоходе катаемся вот дарить я даже не знаю что можно друг другу потому что мы и так все покупаем что нам нужно в любое время то есть захотела я например там iphone да пошла купила iphone вот у нас общий бюджет семейный там захотелось что-то из косметики или парфюм я пошла себе купила косметику или парфюм вася как бы в этих вопросах я не доверяю покупку косметики или парфюма прости любимый я очень херово в кусту пускай нет мушки да короче вот такая вот история все что надо просто покупаем сейчас какой-то марафон снятся вот планируем кстати скоро проведем марафон а какой по похудению проведем по похудению будет марафон до коррекции веса нам поэтому чуть раньше рекомендовали а понятно сколько весит ли он уже килограмм 8 весит за 8 наверно слушай из-за грамм уже не взвешивали полторы недели лишь помню побольше короче нл вас обосрал как мог но есть такое дело да но в если говорить что нл это люди туда можно сказать что нл просто люди 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 из нл кто менеджеры там топ лидеры они конечно очень некрасиво обзывались обзывались отзывались говорили о всех кто уходит по сути нужно же к нам типа знаете но по сути вот есть две компании да мы когда ушли мы по факту сказали почему мы уходим ни слова не придумали вот ни слова магазины закрываются но то что мы перечислили в итоге стали говорить что предатели ушли как вы могли про компанию такое говорить а что говоритесь мне мне нравится людей бросили бросить бросить людей до смысле бросили люди пришли все строить бизнес ты выбираешь ты тут стоишь бизнес или тут строишь бизнес а вот кстати знаете для меня что непонятно никогда этого не пойму когда люди с которыми например вот общались да они горят вы нас бросили и на этой почве они перестают с нами общаться или обижаются ну то есть получается что личных отношений у нас не было что ли да если мы меняем компанию то автоматически мы для них враги становимся да или там все мы не друзья больше вот этого мне непонятно потому что мы например раньше работали с подругой в одной компании продавали машины и потом она решила перейти в другую компанию другие марки авто там продавались вот вы знаете на наши отношения никак не повлияло я не сказала что на меня бросила что на предатель хотя она меня обучала работе и потом она ушла я осталась одна там работать вообще претензий нет если до сих пор общаемся уже лет шесть прошло наверное но в нл как-то все по сектантски на мой взгляд вот сейчас я это понимаю люди как зомби то есть ты ушел все ты враг народа не как зомби просто очень грамотно а еще нлп ну да потому что реально да очень странно слышать реакцию людей которые всегда были вообще все все хорошо все было по чудесно вот все чудесно все хорошо никто не работал и вот почему-то мы стали нужны для чего вы нужны мы же не ни с кем не стали разрывать отношения за того что с нами кто-то не ушел а еще знаешь вот меня поражает топ лидеры как реагируют топ лидеры тоже лицо компании да типа как могли уйти и звать за собой людей чтобы люди ушли извините меня мы в нл построили команду и было бы очень странно и глупо не позвать людей туда куда мы считаем уйти лучше ну это нужно звали людей там зовут людей это когда лично с каждым там просто поставили ну в известность всех что мы уходим и почему ходим нам нужно было не говорить что мы уходим уйти молча уйти никому не сказать чтобы не дай бог за нами никто не пошел да вот с лидерами пообщались естественно сказали что мы уходим если они примут решение этому в этом такая темная история мы как-нибудь обязательно об этом расскажем или даже может видео запишем и выложим очень хочется потому что там были потому что реакция очень странная у людей до про лидеров там а как же вы говорили что все круто все классно в какой-то момент было все круто потом начался спад в компании у всех топ лидеров у всех будут товар оборот упал в компании порядок на порядок вот и как бы те люди которые сейчас работают просто им факты говоришь слушай офисы закрываются магазины закрываются товар оборот падают нормы по квалификациям уменьшаются в десять раз планки по товар обороту в квалификациях уменьшается прикиньте ну кто в теме тот понимает автобонусы отменили топ лидеры уходят ну вот факты конкретные да они горят нет мы россии а до нет мы растем раз при рост вот вот именно по этому да вот тутalties хаббатый на них никогда не говорили и мы не говорим что там обманывают например что там ну не платят зарплаты что там нельзя зарабатывать нет мы зарабатывать там деньги да и короче там деньги можно зарабатывать но суть в том что роста нет то есть то с теми же самыми усилиями Вот будешь прикладывать много усилий, будешь топтаться на месте, потому что сложно там сейчас что-то построить. И зачем топтаться на месте, если можно с теми же самыми усилиями в другой компании, где сейчас просто мега-рост идет, компания Greenway, где мы сейчас, можно прийти и с теми же усилиями построить большую крепкую команду. Зачем сидеть на месте и получать там этот маленький свой чек стабильный? Нас это не устраивает, нам нужен рост. Вот наша позиция. Кого устраивают и устраивают. Так, во сколько укладываете малыша? По-разному бывает. Сегодня во сколько? В 10 где-то, да? Да. Но он просыпался, мы уложили его в 9, он проснулся, я его опять уложила. Я его так несколько раз, поэтому у нас эфир задержался. Так, давайте про прикормы, наверное, отдельно. А у вас сынок не ползает, не пытается ползать и сидеть? Ползает, ползает, конечно. Он так, знаете, как этот Мересьев, руками перед... И ногами чуть-чуть, чуть-чуть. Чуть-чуть ногами как-то, да, вот ногами он пока не очень отталкивается. Ну, мы сейчас курс массажа пройдем и, может, по-другому начнем. Днем в промежутках, что там? Днем в промежутках между кормлениями получается подремать. Вы знаете, обычно я не сплю днем, потому что я нахожу себе кучу занятий каких-то. В телефоне? Ну, у меня все в телефоне. У меня вся жизнь в телефоне. При желании можно все находить, это 100%. Но мы почему-то не можем выкроить в данный момент времени это время. На сон, на это, на это. Вот, к примеру, мы спали сегодня сколько? Ну, я спал 2,5 часа. Тоня спала там чуть побольше. Вчера спали 3 часа. Ну, учитывая ночные кормления мои, Вась, не побольше я спала. Я просыпаюсь и будет по часу несколько. Ну, я не говорю о том, что ты менее молодец, чем я. Нет, Вася считает, что я спала больше, он считает время, во сколько я легла и во сколько я проснулась. Да, я не правильно это говорю, он не считал, сколько там ты спишь, сколько я спал. Просто я говорю факт, сколько сегодня спал я, сколько вчера спал. Вчера спал 3. Да, я немножко расскажу, поднимусь в самооценку. Нет, папа молодец у нас. Я спал 3 часа вчера, сегодня 2,5 часа. И вот нормальным бодрячком. А, и позавчера тоже немного спал. И главное, я понимаю головой, что я мог бы найти время на то, чтобы поспать хотя бы часик. Ну, какие-то там минуты. Главное, головой понимаем, что мы иногда хернёй страдаем, вот по-русски вам скажем, вместо того, чтобы лечь спать. Но понимание, это уже первый шаг к исправлению. Как бы уже понимаешь, что, блин, ну тормоза, надо было спать тоже. Что там, прививки, не прививки, вам про это не говорим. Пишут, Василий, работать нормально не пробовали? Пробовали. Получили автобонус, закрыли квалификацию ДТ, с товарооборотом более 2 миллионов рублей. Это говорит о том, что мы... Да, что ты про сектанта говоришь? Хотя мы не пробовали, мы работали. Нет, если вы говорите про работу в плане, там, работу, там, по найму, да, там, работу, устроился, получаешь зарплату. Я работал-то вот так, ну, совсем мало времени в жизни. Смотрю, что вы сказали. Если бы я так продолжал бы работать, то я бы не купил бы то, что я купил, там, квартиру, там, дачу, машину, денег отложил, там, путешествую. Поэтому это мой выбор такой. Тоня, землячка, обожаю вас, спасибо, землякам, привет. Маленький. Василий, ты класс. Ой, ну прям, класс, класс. Вы напишите, что это, а Тоня поцелую, Вася. У вас высок, у нас сирена, как понимаем вас с мужем. У вас девочка, да, сирена? Ну да. У Лео есть полное имя? Да, полное имя Леон. Леон. Полное свидетельство о рождении Леон. Леон, Леон. Тедерико Леон. Замечательная семья. Спасибо. Спасибо. Сынок ползает, уже ответили. Волосы не начали выпадать. У кого? Все ждут, когда у меня волосы выпадут. Да, вот ждете, сидите, пока у меня волосы высыпятся. У тебя, может, про меня речь. У меня, да. А может, у тебя уже все-таки это. То, что жена плеш проела. Короче. Ну так и есть немножко возраст. Нет, нормально, волосы. Ну, могу сказать, что во время беременности они у меня вообще не выпадали. Но это гормон определенный там вырабатывается. Сейчас выпадают, ну, как раньше, наверное. Ну, какого-то критического выпадения нет. Кто выбрал имя? Вместе выбрали, мы советовались. Какой ваш любимый парфюм? Вы знаете, у меня есть... Сейчас я вообще не пользуюсь парфюмом. Во время беременности меня вот прям отвернуло от всех запахов. Я не могу пользоваться парфюмом. Но до беременности я пользовалась Эллен парфюм. Все по-разному называют. Тьери Маглер. Кто-то его говорит Маклер. Ну, по-разному. Ну, в общем, есть такой парфюм. Эллен. Пришелец, переводим. Короче, имя по-хорошему выбрал я. Ну, то есть мы выбрали список имен, а я когда ехал в роддом, Тоня рожала. Тоня говорит, вот какое скажешь, такое будет. Да, я готова была... Вот из этого списка я выбрал Леон. Ну, как бы так вот открылось. А я даже забыл, что это имя в списке было. Да, помнишь мы это? Ну, да, да, да. Леон, Леон. У нас было несколько вариантов. Ну, ладно. И потом в роддом, когда родила, и смотрю на Васю, говорю, ну, давай, как сына назовем. То есть я как бы больше ему инициативу давала, все-таки сын, наследник. Так, 6 утра. Я вас гляжу, милые, добрые, приятно смотреть. Я надеюсь, что вы уже проснулись, а не еще не ложились. Еще не ложились. Праздник каждый день. Отличного вам дня. Алина, привет. Рада тебя видеть тоже. Леуша, у меня... Да, Алина, привет, привет. Да, 6 месяцев, Лео. Сейчас вот тортик достанем. Василий, ну, давай. Что эти глупости пишете вы? Тоня, ты такая беспощадная, блокируешь сразу? Ну, вроде безобидный вопрос. Василий, давай на дом 2. Я фейков блокирую. Фейков. Тут половину Инстаграма придется блокировать. Мне кажется, каждый, кто зарегистрировал себе аккаунт в Инстаграм, у каждого еще есть по 3 минимума еще фейковых аккаунтов. Для того, чтобы заходить кому-то сториз смотреть, гадостью писать. Или наоборот, что-то хорошее. Но человек не может так в жизни высказать все, что думает. И через фейковый аккаунт делать. Что там? Что-то тебе на привет. Что-то так быстро листаешь. А что тут? Приветик. А, ладно, ладно. Да, завидуют суки вам. Суки. Привет. Тоня, вы Greenway пользуетесь? Да, у меня дома есть для демакияжа, есть масочка лица. Мы, кстати, мало транслируем, нас больше транслируем. Да, я покажу, чем не пользуюсь. Greenway пишет, ну, значит, никакие они вам не друзья. Сто процентов. Потому что... Кто завидует? Нет, кто про Энелли, а были друзьями. Да. Типа, с кем хорошо, близко общались. И потом, когда мы ушли, стали врагами, предателями. Ну, то есть, ну, дружба, она-то не вот вспыхнула всё дружба. То есть, ну, без какая-то там искра, так скажем, ну, неважно, там, мужчина-женщина, понятно, мужчина-женщина-искра, а вот так среди там мужчин, там, женщин тоже. Ну, чувствуешь твой человек такой энергетический, вот, ну, как бы на одном уровне, там, эмоциональном. В одной волне. В одной волне. Вот. И всё равно друзьями-то не сразу становится, какое-то время проходит. Вот у нас мы достаточно долго общались вот с людьми, с ребятами, и вот к этому-к этому всё шло-шло-шло. Но с некоторыми, ну, прям, не только подружились, ещё и сроднились, можно так сказать. Ну, да. Ну, да. Что так? Но для меня показатель, что если я ухожу из компании, человек обижается, там, перестает со мной общаться, это странно. Ну, аж тем более, когда гонят на тебя. А когда, тем более, ещё негатив идёт, то да. Только рабочие отношения. Это рабочие отношения. Да, да, да. Согласна. Значит, не было никаких личных отношений. Так, на кого похож сынок? Микс. Вообще микс. Микс, вообще микс. Я иногда вижу только Тони в нём. Тони иногда видит только меня в нём. Да, вот когда Вася его держит. А иногда смотришь, вроде так вот, так, если с одной стороны, с одного ракурса Тони, с другого, там, смотришь, там, прищурился как-то, это я. Нам некоторые даже иногда писали, что мы похожи между собой. Не знаю, чем, но кто-то даже такое говорил. Ну, в любом случае, помаду мы разный вкус на помаду. У нас уже давно Гринвей, я как потребитель в восторге. Всё с первого раза блестит. Да, хорошо работает. У нас тоже вот всё из того, что мы попробовали, ну, Тоня в большей степени всё понравилось. Мне автополотенце просто вообще нереальная штука. Нереальная штука. Ну, вот мы снимем, будем снимать обзоры, так, почаще что-то выкладывать, потому что мы вообще покаем. Да, надо. Так, именно как зомби, все эти заученные фразочки. Ну, это, видимо, про тех, кто в НЛ, да, когда люди уходят, они начинают все просто гнать на тех, кто ушли. Ни разу не видела компанию, которая бы так реагировала на то, что сотрудники ушли в другую компанию. Вот реально. И да, как зомби себя ведут. Просто, причём это делают люди, которые сидят годами и не могут вырасти, то есть у них не растут доходы. Я бы поняла, что если человек там растёт, у него всё супер-пупер, и он такой говорит, вот дебилы ушли. А другой вопрос, у человека всё плохо, и человек, не один человек мне звонил и говорил, Тонь, что делать? У меня уже депрессия, у меня нет роста, я не знаю, что делать уже. Ну, то есть вот в команде были такие истории, и вот мы нашли выход, что делать. Мы другого выхода не придумали, как просто взять и сменить компанию, потому что материалы создавались. Что только не делалось, да, вот летом даже, до ухода. Людей ново включали. Да, людей ново включали, всё бесполезно, всё. Так, ну да. Хорошо, что вы это понимаете. Вы тронули говно, вот оно и стало выглядеть. Ну, как бы грубо, но в отношении некоторых людей, можно так сказать. Ну да. А Гусев был в вашей линии? Нет, он был в параллельной структуре, в другой. Ну, в компании в одной были. Малыш спит, да. Только зашла, почему вы ушли? Куда ушли? Из НЛ. А, из НЛ ушли. Я уже забыл. Роста нет, нет роста, нет перспективы развития, всё. Кто там вопрос отправляет? Просто, понимаете, не уходят куда-то, чаще не уходят, вот в жизни так бывает, в отношениях, люди не уходят куда-то, люди уходят чаще всего от чего-то. Да, взять семейную пару, да, почему люди расстаются, уходят. То же самое, просто уходят от чего-то. Мы поняли, что мы очень много времени проводим, ну, просто там топчемся на месте. А когда ты находишься в одном таком состоянии постоянно, то это в какой-то момент начинает тебя напрягать. Это же присыщение наступает, то есть там уровень дохода, там во всех аспектах жизни. Ты начинаешь зарабатывать какие-то деньги, там 20 тысяч рублей, после того, как ты был студентом, ты счастлив, потому что ты никогда не зарабатывал. Вот я помню первые деньги, я счастлив был. Потом мне становилось мало этих денег, я начинал зарабатывать больше. Потом за меня зарабатывал 30 тысяч рублей. Мне казалось, во, круто, 30, но вот если я буду полтос, то меня будет вообще устраивать. А сотка, я буду счастлив. Потом вышел на полтос, вышел на сотку и понимаешь, что что-то, блин, этого маловато, как-то вот уже туда надо, туда потребности растут. И вот постепенно, вот то же самое в бизнесе. Ты когда, ты вроде такой уровень, то есть мы закрыли очень значимую квалификацию. Масса людей до такой квалификации, ну, никогда даже и близко не подбирались. А мы закрыли, мы там забрали автобонус, мы хороший чек, у нас там работающая команда. Ну, то есть люди, которые делали товарооборот, стабильные были в команде. Мы могли вообще курить бамбуки, получать вот эти такие деньги, которые... Пассивный доход. Вот, вот сейчас мы об этом поговорим, вот сейчас мы, ребята, расскажем про пассивный доход. Вот, но мы вышли, это было, все это капало, но предел насыщения наступил, мы понимаем, что нужно дальше делать, дальше нужно двигаться. Что скажете про Гусева, о чем говорить, какой он человек, почему от него столько негатива? Я не знаю... Не знаю, у кого там негатив. У кого, кто чувствует от него негатив, но вот в личном общении... Мы не чувствовали от него негатив. Он нормальный парень, но знаете, как восприятие просто у людей разное, друг друга. Там, для меня, там, он один человек, для вас он другой человек. Но вы его знаете с одной стороны, а с другой стороны. То же самое у нас, кто-то может там, кому кто-то хорошо может относиться, а кто-то там терпеть не может, да? И это право человека. Я слышал истории про него не очень хорошие, но вот лично, вот как в нашем общении ничего, ну, каких-то там, не знаю, моментов нет. Короче, нам он плохого ничего не делал, все. Так, что сказали? А, это уже было. Аляну там тоже обидели. А, вот. У нас с Аляной вообще история. Это, кстати, про пассивный доход. А давай мы сейчас, потому что очень долго мы сейчас разматываем эту тему. Давай, давай, давай уже скажем и закроем эту тему сейчас. Да, короче, тема какая? Аляна, хорошо, что написали, спасибо. Видимо, вы следите, истории смотрите у нас. Она не так давно к нам приезжала. Ну, мы общаемся. В НЛ вообще подписали нас с Ашей и с Аляной. Мы пришли в компанию НЛ благодаря им. То есть, они вот к нам приехали домой. Мы здесь жили. Вот. Мы с ними пообщались, посидели там в кафешке. И вот они нам рассказали про эту тему. Мы подписались в бизнес. Да, мы подписались под них. У них был один контракт. Они работали вместе. Они были семейный контракт. Как и у нас, собственно. Вот так можно. Короче, мы работали вместе. Ну, как бы в одной команде, получается, в одной структуре. Мы работали, работали, работали там года два или сколько времени, там может чуть больше. И Аляна с Сашей развелись. То есть, они расстались. И разделили бизнес. И разделили бизнес, как в жизни часто бывает. Вот. В жизни часто бывает, что мужчина оставляет бизнес женщине. Либо там оставляет квартиру, либо еще что-то. И вот в ситуации с Сашей Соляной, та же самая история, они рассмелись, и Саша оставил весь бизнес, весь товарооборот, Мерседес в том числе, структуру, Аляне, а сам зарегистрировался у нее, под ней, как обычный менеджер. И сказал, буду начинать строить структуру. Буду начинать там, да, все заново. Ну, он какое-то время работал, что-то там построил, почти вышел на Мерседес, ну, там, вот там ушел на проект, по-моему, короче, что-то зачиналось. Ну, в общем, да, личные какие-то моменты. Какие-то моменты, вот, и в какой-то момент он перестал вообще что-то делать, но он остался в команде, он в структуре Аляны находится, сразу, вот, в первой линии у нее. Прямо под ней. Да. Мы прям под Аляной, и Саша тоже прям под Аляной. Да, ну, и под Аляной еще там другие люди, которых там, да, они вместе с Сашей подписывали. Вот, под Сашей не было. Вот, недавно Аляна объявила о том, что хочет уйти из компании и свой... Ну, точнее, она как рассказывала нам, что она объяснила компании, что, говорит, я работать не планирую. У меня сейчас проекты другие, вот, то есть я развиваю в другой сфере. Ну, да, это еще было еще до... Да, 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 сейчас она компания говорит, я планировать не, вот, планировать, я работать не хочу, вот, но хочет Саша. То есть он сейчас вот прям хочет, горит. Он бы мог работать с теми, ну, вот, короче. Чтобы вы понимали, Аляна достаточно самодостаточная девушка, она молодая, амбициозная, и у нее там в жизни все, ну, неплохо, так скажем. У нее там есть там свои проекты, она зарабатывает деньги, у нее там очень сейчас активно, она развивает творческую жизнь свою, там, очень удачно причем. То есть все хорошо, она деньги зарабатывает помимо НЛ, а все это время в НЛ ей капали деньги. То есть она в компании, она там активировала контракт ежемесячно, чтобы в компании получать процент с товарооборота команды, нужно ежемесячно делать там в НЛ товарооборот там в пределах там 9-10 тысяч рублей, 12 максимум, в зависимости от товара. Но не суть. Суть в том, что Аляна каждый месяц вот этот контракт активировала и получала проценты со всех тех людей, которые в ее структуре, в том числе и с нас. Это длилось достаточно долго, сколько год, наверное. Ну, какое-то время там. Вот, то есть она получала такой пресловутый пассивный доход. Да, о котором всегда говорят в НЛ. О котором всегда в НЛ говорят. Мы тоже получали вот этот пассивный доход, последние полгода мы ничего не делали в НЛ. Вот, но вот такой вот пассивный доход получали. Не год, как говорят некоторые, кстати. Да, причем те, которые знают, что мы работали. Да, но не суть, это отдельная тема. Короче, Алиана получала деньги, всё. У Саши достаточно такая сложная ситуация. Ну, я думаю, что многие знают. И Алиана, вот, ну, как-то в знак благодарности, или как, вот, на эту тему я с ней не общался, но вот они решили, с Сашей как не решили. Ну, она сказала мне, что по справедливости она решила, что было бы справедливо... То есть она сейчас, Алиана, чтобы вы понимали, не планирует работать в НЛ, да? И она понимает, что если она ничего не будет делать или там забудет активировать контракт, эти люди будут подниматься вышестоящему наставнику. Это вообще другой человек. То есть деньги будут получать за тех людей, которых они, ну, вместе с Сашей, там, в компании зарегистрировали, привели, и которые там как-то что-то делают. За этих людей деньги будут получать другие люди, не Саша. Чужие, которые не имеют отношения. И Алиана написала письмо в компанию с просьбой перевести тех людей, которые там вот под ней... Под Сашу. Под Сашу. То есть это вполне законно. Ну, как бы справедливо, да, сами подумайте. Они вместе эту структуру создали, потом они бизнес разделили, и Алиана компанию просит, можете, пожалуйста, вернуть людей под Сашу? Я не буду развиваться тут. Саша будет работать. Да, я не буду больше строить команду, там, да, там, заниматься этим профессионально, как раньше. А Саша хочет, то есть Саша готов. Она написала письмо. Причем это не только справедливо, это еще и, ну, входит в устав компании. Такие правила были. Потому что это первая линия. То есть мы так делали раньше, мы там оптимизировали. Это называется оптимизация структуры. Все так делали. Вот она написала письмо в компанию. И в компании ответили, вы знаете, оптимизация отменена. К сентябре месяца. К сентябре месяца. Отменена. Но есть такой вот момент. Буквально за месяц до этого Алиану со всей ее структурой, вот после того, как мы ушли, то есть мы ушли, мы были такими самыми сильными, так скажем, как есть, лидерами команды в структуре у Алианы. То есть мы были работающими такими менеджерами, которые вышли на хороший результат. Мы ушли, и всю структуру, которая осталась вместе с Алианой, перевели под вообще там другого человека абсолютно, не имеющего отношения к Алиане, к Саше вообще никакого. Вообще из другой ветки. Это случилось месяц назад. И объяснили это тем, что иногда компания принимает такое решение. Военное положение в компании. Да, ну то есть сложная ситуация. Они не говорили, что в компании спад, нужно как-то там оптимизировать вопрос. Сказали, военное положение. Ну и вот руководство бывает принимает такие решения. Алиана дала согласие, подтвердила. А причем перенесли-то ее как некрасиво переносили. То есть я когда увидела, она в инстаграм Алиана выложила. Короче, хотел сказать, да? Да, ну я к этому сейчас. Говори, говори, говори. То есть ее, прикиньте, месяц назад сделали то, уже оптимизация была там полгода назад, а месяц назад сделали то, что попросила сделать она. Ну то есть... Даже не то. Алиана попросила по правилам, первую линию по первую линию. Да, да, простите, да, тут я говорил с ответом. Там было не по правилам, вообще просто непонятно под кого там перевели, там людей там вместе с ней непонятно под кого. Почему перевели? Давили на Алиану. Давили. Вот я был в шоке реально, когда Алиана рассказывала, вот тут сидела пару дней назад, я был в шоке. Она плакала рассказывала. Она реально плакала. Суть в том, что... Вот я про пресловутый пассивный доход. В компании, вот как я говорил, Алиана получала последний год там пассивный доход. То есть она там активировала контракт и ей там начисляли там деньги за тот товарооборот, который был ей сформирован вместе с Сашей. И мы тоже самое полгода получали такой пассивный доход. И вот месяц назад ей сказали, ну сказал человек из руководства, вице-президент, скажу откровенно, сказал Алиана, ну короче такая история, такая ситуация, что хочешь ты того или нет, мы людей твоих, твою структуру разделим. Либо соглашайся на наши условия. То есть мы часть людей переведем, а часть людей останется под тобой. Ну переведем как бы не просто заберем, вообще какую схему такую темную предложили ей? Алиан, типа вот есть другой вообще лидер, вообще в параллельной ветке, не имеющий отношения к Алиане никакого. Он не приложил руку вообще к ее структуре никак абсолютно. И ей говорят, вот под этого лидера сейчас вот часть людей нужно перевести, давай мы сейчас тебе там фейковый контракт сделаем быстренько, на брата оформим, людей перенесем, а часть людей останется под тобой. То есть структуру хотели разорвать. И вообще сказали, ну как бы если ты откажешься, это даже есть голосовое такое, да, если ты откажешься, можно будет доказать, что ты не работала и вообще у тебя этих людей забрать. Ну как бы вот на наши условия соглашаться. Вот про что, да, к чему мы пришли, почему я говорю там, да, пассивный доход. То есть прям давление началось. Человек получал обещанные деньги. То есть когда человек приходит в сетевую компанию, ему говорят, ты строй структуру и будешь получать пассивный доход. То есть каждый... Это твоя структура. Каждый человек, который приходит в сетевой бизнес, мечтает именно об этом. Ну то есть цель ставит такую, построить бизнес, с которого он будет получать пассивный доход. То есть это цель сетевого бизнеса. Построить команду, которая создает товарооборот, а ты получаешь с этого процента. Спустя год Аляна получала выплаты. И спустя год ей сказали, что все, закончилось. То есть хотели структуру просто разделить на части, чтобы вы понимали, да, кто-то в сетевом сейчас понимает, что это значит, кто не в сетевом. Представьте, ну у нас есть такие, есть там свой маркетинг-план, по которому выплаты все происходят. Когда у тебя одна цельная большая команда, большой товарооборот, у тебя выше процент, ты получаешь больше зарплату. Когда твою команду рвут на мелкие части, у тебя получается и проценты меньше, ты получаешь меньше, у тебя там кусочек, там кусочек. Невыгодно команду рвать на части. А Аляне говорят, что типа, если ты сейчас будешь отказываться, вообще докажем, что ты не работала. В смысле не работала? А как же пассивный доход? Вот этот, о котором вы обещали, это же моя команда, это же я создала. Вот фраза какая прозвучала, то есть она Аляну выложила переписку, и прозвучала фраза, мы докажем, что ты не работала. Где эти правила прописаны? Как не работала? Что значит не работала? Да. То есть вот этой фразой просто перечеркнули нахер отношения всех тех людей, которые я очень хорошо относился к компании до последнего момента. До того момента, когда просто взяли и наплевали на все те правила, которые сами же установили. Как по-другому воспринимать? Да, конечно, эти люди, которые были в структуре Аляны, оставались после того, как мы ушли, они могли уйти, они могли перестать там активировать свои контракты, могли перестать что-то делать, могли там писать там жалобы, не знаю, там в компанию, чтобы там как-то им кто-то там, не знаю, какие-то переводы делать. Они могли это делать, и мало ли там это могло происходить, могло и не происходить. Но суть в том, что лицепрезидент компании в открытую сказал, что мы делаем так, все, других вариантов нет. Если ты не согласишься, то вообще сейчас докажем, что ты не работала, и вообще людей у тебя это не будет. Ну, то есть, понимаете, я реально была в шоке. Вот с этого, вот этот момент, это... То есть, у меня даже слов нет. Это реально. Где этот пассивный доход? Что значит докажем, что ты не работала? Она, Аляна, построила команду, а не Сашей построили команду. И потом, как компания всегда говорила, вы можете не работать, там получать пассивный доход. Аляна активировала свой контракт, получала пассивный доход. А потом какая-то угроза, что вообще сейчас мы у тебя можем забрать людей. Ну, то есть, вот это, конечно... Мы докажем, что ты не работала. Представьте, вот приходит там новичок, там сетевой бизнес, он там активирует свой контракт, все. Он может работать, может не работать. От этого зависит только его доход. Если он поработал в нормальной компании, в нормальной сетевой компании, в мировых компаниях, с большим именем, так происходит. То есть, человек поработал, создал структуру, команду построил, создал товарооборот. Есть только одно условие. Для того, чтобы получать процент с этого товарооборота, тебе нужно активировать контракт ежемесячно. Все. Больше ничего не прописано. А ей сказали, борода, до свидания, похер, что ты активируешь контракт. Мы твою структуру разрываем. Но в итоге, потом, потом в итоге, долго они там общались, да, были переговоры, вот как Аляна рассказывает. И она сказала, ну вообще, на каких основаниях хотите вот так вот разделить, да, ну, и она пошла ей навстречу, она говорит, хорошо, если вы мне хотите перенести, я не буду там... Мне все равно. Да, да, переносите мне под другого наставника. И ее берут, готовенькую структуру с товарооборотом, там, не знаю, сколько у нее. Больше миллиона рублей. Больше миллиона рублей под ней товарооборот. Берут и переносят под другого наставника. Вообще, который отношения никакого не имеет. Да, просто... Вообще, неизвестный просто человек. Мне, кстати, непонятно, почему, ну, то есть, почему вообще ему такой подарок сделали? Миллион просто под него. Военное положение в компании. Военное положение в компании. И, ну, как бы, оперировали тем, что, вот мы ушли, и люди тоже могут уйти. Те люди, которые остались из нашей команды, что, типа, они нуждаются, что у нас наставника нет. Они нуждаются в человеке, который, там, да, будет работать с ними. Получать деньги с этого товарооборота в миллион. Я говорю, как есть. Ну, да. Как такое может? Это слова, ну, руководства компании. Ну, прикиньте, какой просто. И, конечно, люди, некоторые воспринимают, там, по-своему эту историю. Ну, попробуйте себя, поставьте просто на место человека, который работал по правилам компании. Абсолютно. Не нарушали договор ни в одном пункте. То есть, там, создали товарооборот, построили команду, получали законные деньги, платили с них налоги. Как везде. И в какой-то момент им говорят, все. Или ты так делаешь? Либо ты делаешь так, мы тебя, там, со всей командой переносим под неизвестного, вообще, там, наставника. Либо ты, вот мы, ну, короче, эти люди, которые у тебя, они, там, есть ресурсы, короче, которые помогут решить этот вопрос по-другому. В открытую, в открытую руководство так говорит. Прикиньте. Да, печально, конечно. Но это говорит, кстати, о положении в компании, о положении вещей сейчас. Для меня, знаете, что непонятно? Ладно, ушли мы. Ладно, там, пусть Алиана в последнее время не работала, там, не включена была тоже, да, и мы последние полгода уже не работали, мы понимали, что это просто вот тянуть как чемодан без ручки. Ну да, мы не будем говорить, что у нас там ребенок, из-за этого, то есть что-нибудь беременная, то есть можно было бы, не повод. Причина в другом. Да, причина в другом, на самом деле. мысль к слову. Вот, я хотела сказать про вышестоящего наставника. У нас был вышестоящий наставник над Алианой, который... мало кто поймет, сейчас я. Ну, попробуем. Ну, то есть, человек, который работает с людьми, вот мы, у нас была команда, мы ушли, люди поднимаются Алиане. Хорошо, Алиана активно не работает, там не развивает сейчас бизнес НЛ, тогда не развивала. Люди поднимаются, допустим, еще выше, да? Там есть еще лидер, вышестоящий, который всегда говорит, я работаю, я в бизнесе. У меня вопрос, топ-лидер, самый, там, один из самых крупных, самых известных лидеров компании. У меня вопрос, что значит некому работать с людьми, а лидер этот на что? У него, ну, как бы, там есть ветки самостоятельно работающие, вот люди, с кем работать, почему этот лидер не мог с ними работать, почему нужно людей было либо рвать Алиануну структуру, там, либо вообще переносить, зачем, если есть очень сильный, опытный лидер, который защищает компанию, который включен в бизнес, который никуда не ушел, который большой профессионал своего дела, почему он не работает с этими людьми. Вот это мне непонятно было. Так, и мы все... Я думаю, тебе понятно, почему. Ну, потому что у этого лидера своя система работы, отличающаяся от работы лидеров других веток. Вот у него по-своему. Вот, и никто этому лидеру не говорит о том, что вот, а ты такой плохой, вот у тебя роста нет в команде, потому что ты так работаешь. Ну, как бы, вот такие вот открытия нам пришли вот с этой историей Алианны, что мы, правда, мы такие подумали, блин, как вовремя мы вот это поняли. Вот прикиньте, если бы мы продолжали работать в компании, мы бы там, да, что-то делали, находились на том же там уровне, либо там даже росли, может быть, и выросли. С неверными усилиями там. Возможно, даже выросли. В какой-то момент мы бы тоже, как Алианы, просто перестали работать, вообще что-то делать, активировали свой контракт, чтобы получать деньги, да, а нам тут сказали бы, опа, ребята, все. Да, это с каждым может случиться. И те люди, которые сейчас остаются, остались в компании, они почему-то это не могут понять, почему-то вот это не приходит им в голову, что они могут оказаться на этом же месте. Вот эта слепая вера, вот которая была в нас, мы слепо верили в компанию, слепо верили в то, что будут выполняться все обязательства. Мы со своей стороны выполняли обязательства. Мы, когда решили уйти в другую компанию, мы открыто заявили, мы не претендовали на деньги, которые там оставались в компании, потому что то, что мы сделали в НЛ, это сделали мы. Это сделали мы. Мы создали товарооборот, мы получали с него проценты. Когда мы ушли, мы сказали, окей, да, правила такие, договор был такой. Мы уходим, мы не претендуем. Нам причем заблокировали даже мамин контракт, который мы на маму оформляли. Да, нас еще частенько спрашивают, ребята, вы пользуетесь продукцией компании НЛ, вы будете продолжать пользоваться? Из принципа нет. То есть нам нужно искать ходы и выходы, как бы нам купить продукцию. То есть мы не можем просто прийти в магазин, купить продукцию. Нам нужно через кого-то делать вот эти покупки. У нас были зарегистрированы родственники, контракты которых тоже заблокировали. То есть родственники покупали продукцию. Вот Тонина мама покупала продукцию. Я его регистрировала, я зарегистрировала этот контракт. Вот. И в итоге у меня мама со временем, ну то есть она пользовалась какой-то продукцией, она ходила и покупала. У нас там в соседнем, ну рядом маленькие города, шахты Новошадинск. В соседнем городе есть... Был. По-моему, уже закрыли. А, закрыли уже. Да, в общем... Суть в том, что все, заблокировали наши контракты. И нас спрашивают, что вы будете пользоваться? Вот как объяснить людям, что мы не будем пользоваться? Мы не будем делать товарооборот компании, которая так к нам отнеслась. Вот спросите Аляану, будет ли она пользоваться продукцией компании? Никто не будет пользоваться. Которые ушли, и в которых полетели просто сзади, ну, такое полетело, что они там... Я рубля не сделаю товарооборота компании, которая таким образом поступила. Просто... А мы, кстати, вот ушли, да, от темы, почему Аляне было обидно. Ну, вы и так поняли уже, что произошло с ее бывшей структурой. И теперь, когда Аляана говорит компании, ну, вы меня перевели, вообще не по правилам, после 20-го числа, хотя до 20-го раньше была когда-то оптимизация, которую отменили, да, после 20-го числа. Оптимизацию, говорят, отменили, но ее перевели в параллельную ветку, вообще не в рамках одной, как бы, команды, а вообще в другую команду взяли Аляану и перетащили. Против всех правил. И когда Аляана говорит, ну, хорошо, я вам пошла на встречу, вы меня вот просто подарили там наставнику Флориду, да, просто вот этот неизвестный наставник стал получать просто еще деньги за то, что он хороший друг топ-лидера. Вот, перенесли вы меня, а могли бы вы вот в рамках моей команды, моих людей перенести под моего бывшего мужа, потому что я работать не буду, он будет работать. Это было бы справедливо, пусть лучше бывший муж получает там проценты, да, с командой, чем какой-то вот этот наставник, под которого и так всю структуру залили. На что и компания говорит, вы что, это против правил. Это против правил. Оптимизация не надо. Так делать нельзя. Все, отменили, оп, отменили оптимизацию. Нет оптимизации, вы же не успели, Аляан. Когда надо, они правила забывают, что существует, и когда не надо, они все интересны в компании. И тем более, как все решалось, мы сейчас секретов не раскрываем. Это все в открытом доступе на страницу Аляаны. Мы зашли, посмотрели это видео, мы офигели просто. Как все решалось с Аляаной? Я аудио сообщение. Руководство Аляани пишет в WhatsApp. Топ-лидер пишет, вице-президент Аляан, тебя надо перенести. Это решается все по одному голосовому, по одному звонку. Оп, все, перенесли, там ее вообще после положенного срока. За пять минут переносит. Как решался вопрос Аляаны? Топ-лидер говорит, Аляан, я не решаю вообще ничего в компании. Вообще ничего не решаю. Пиши письмо в компанию. Как компания решит? Ну, как бы, да, все понятно тут, да? Аляана пишет в компанию, и начинают мурыжить, типа, там, 5-7 дней согласования, вообще оптимизацию отменили, в итоге мы не можем. Ну, то есть, когда надо... Отказывают. Аляана снова пишет, они снова мурыжат, потом снова отказ, потом, типа, нет, все, как бы, да. Просто человека довели, довели до такой степени, вот, она была проездом в Москве, у нее сейчас выступление в Европе, у Аляаны творчество очень хорошо развивается, и она живет, ну, в Волгограде сейчас, у нее семья в Волгограде, она прилетела через Москву, улетела в Европу. Вот, и мы созвонились, я видела ее сториз, которые она выкладывала, что она там Саше хочет передать, а, пост она писала, что Саше хочет передать бизнес. Вот, я Аляне позвонила, говорю, Аляан, так и так, давай увидимся, там, видела всю вот эту историю, что там отказали и так далее. Я говорю, давай увидимся, приезжай к нам в гости. Она приехала к нам в гости, она сидела, плакала просто, она говорила, я в шоке, что такое вообще происходит, что такое возможно, что такое отношение к людям. Ну, то есть, ну, нельзя так, нельзя так в бизнесе, если вы правила устанавливаете, вы устанавливаете их для всех, пожалуйста. Что говорит топ-лидер? А топ-лидер говорит, пусть Саша начинает все с нуля. А с какой радости? Товарооборот, который под Аляной был, когда она объявила о том, что она уходит, вообще там по другим, непонятно кем человекам, а Саша, который тоже есть в системе, пусть он все с нуля начинает строить. Эту команду, пусть с нуля. По всем понятиям человеческим, по правилам компании, это все можно было сделать. Просто компания встала в позу и вот так вот поступила. И вот я хочу сказать тем людям, которые остались в компании, люди, кто был в нашей команде, кто-то гонят сейчас на Алиану, скажем так, по-русски, говорят, типа, ой, как она могла там... Выложить. Да, да, да. Грязь вот эта. Вот смотрите, да, вы смотрите сейчас с позиции своей, да? Вот вы такие любите компанию, готовы защищать там и так далее в любых обстоятельствах. А вы теперь себя поставьте на место Алианы. Вот прям вот представьте эту ситуацию во всех красках. Вам было бы приятно, вот если бы с вами вот так, вас бы вот так засунули под кого-то, а вы бы попросили, а вам сказали, мы ничего не решаем. То есть когда надо, решают все топ-лидер в WhatsApp с вице-президентом, а когда не надо, они ничего не решают. Представьте, вы посадили дерево, вы пошли там, нашли место, вы взяли там, не знаю, росток или там, да, саженец, посадили дерево, ухаживали за ним, взращивали. Дерево выросло, стало давать плоды, вы получаете урожай, там собираете, там эти яблоки, неважно. И в какой-то момент приходят просто люди, и это дерево, говорят, все, то вот тут, тут так вот, вот такие вот. Оно соседу нужнее, соседний двор, мы его туда, или полдерева отрубим вообще и перенесем. Вот и вся история. И тут не имеет значения, там, какие усилия, там, где-то это саженцы, там, эти нашел, нашел ты, там, как ты его поливал, там, ну, суть в том, что если бы не ты, этого дерева бы не было просто, по определению, вообще. Я, кстати, помню, как Алиана работала, у нее был день рождения, и ей говорили, отдохни, у тебя день рождения, она в день рождения свой работала, или в Новый год, там, что-то, короче, во все праздники. А заканчивается все тем, что доказать, что ты не работала, это проще простого. Вот после этого я понял, что мы поступили правильно. Да. Пассивного дохода, я буду говорить всем и каждому, в НЛ нет. Это сетевая компания, принцип работы сетевой компанией, и философия, и стандарты любой сетевой компании основаны на этом, когда человек ставит там основной своей там задачей, целью является построение бизнеса с целью получения остаточного дохода. Его здесь нет. Не могут у тебя добраться. Просто фундаментальные, фундаментальные основы просто разрушены. Их здесь нет. Это, я не знаю, наверняка это не прецедент, наверняка были другие прецеденты, когда та же самая история повторялась. Я уверен, потому что не может быть, что это один раз. Но это явное нарушение всех понятий. Не имеет права никто, ни вице-президент, ни президент не имеют права под человеком разрывать его наработанную структуру и угрожать тем, что, если ты не согласишься, мы вообще можем доказать, что ты не работала в последнее время с людьми, с этими, была в своих проектах каких-то, и просто докажем и вообще там. Да, вот еще раз, я повторюсь, мы же нормальные люди, и почему-то многие там думают, а, конечно, вы там защищаете, там вы свои интересы. Я повторюсь, да, это дерево могло там высохнуть, там яблоки, там могли быть червивыми, там неважно, там, то есть плоды там... У нее дерево. Но это человек, он, это его собственность, понимаете, вот почему говорят, построй бизнес с НЛ, построй свой бизнес, почему, по сетевой бизнес, это твой бизнес, потому что это твое, это создал ты. Да, и защищено все правилами, там, договором. А здесь просто перехерили все. Ой, слушай, у нас прям это... Короче, вы поняли ситуацию, да, Алиану не просто обидели, она прям, ну, она вахили, я по-русски скажу. Да. В таком, что просто она... И мы тоже. Она улетела сейчас... Я был в шоке диком. Улетела в Европу и сказала, что мне нужно переключиться, собраться с мыслями, развеяться, ну, и как-то отойти от этого негатива, от всего, что было. В общем, бомбит прям эта тема, но реально... Ничего, вот смотрите, ничего бы не изменилось в компании. А, смотрите, какой момент еще, сейчас расскажу, две минуты буквально. Что боялись, почему они не сделали это, хотя это могли сделать легко, то есть могли перевести людей под Сашу, это все было в пределах правилах, правил, которые были там все время в компании. Оптимизация первой линии. Все время такое было. То есть они могли это сделать, ничего бы не изменилось. Саша бы получал проценты, Саша бы начал работать. Оптимировал контракт. Возможно бы там, да, даже помогал тем людям, которые там вот в структуре, что-то бы они там делали. Почему не сделать? Знаете, какой мотив? Мотив в том, что Алиана это делает специально для того, чтобы сохранить контракт, а у нее уже есть мысли уйти в другую сетевую компанию. Прикиньте. То есть они это этим аргументировали тоже? То есть они объясняют вот этот вот поступок. Что им кажется, то есть официально они говорят, это запрещено, это нет. Но топ-лидер говорят о том, что так не делают, потому что откуда я знаю, а вдруг так вот, прикиньте. Это как, знаете, жена с мужем живет, и, например, там муж жене говорит, а мне кажется, ты мне изменяешь, а я вот хочу, не знаю, там что-то хочу сделать, потому что мне кажется, ты мне изменяешь или изменишь. Вот мне кажется, ты завтра пойдешь, и мне изменишь. Поэтому я там, не знаю, что-нибудь там сделаю заранее. Заранее тебя, не знаю, прошло. Какая хер разница, что там будет, уйдет она куда-то, не уйдет она куда-то. Вот с этим разберитесь, сделайте по-человечески. по правилам просит сделать. Нормально сделайте, вы всем сделаете нормально, вас никто не будет хаять, все остаются в плюсе, Алиана остается, с благодарностью будет вспоминать все время работы в компании, потому что она Мерседес забрала, она чек большой получала, она выросла, как человек там, топ-лидером была. Она выросла, такие лидерские качества появились в человеке, то есть прокачка идет мощная, с благодарностью будет вспоминать, Саша, у Саши все, как бы все, знаете, как вернулось, все, все на свои круги стало. А тут вот такой вот просто кульбит, я не могу понять, вот из каких соображений, вот мы с Тони говорили об этом, это можно понять, только думая о том, что у них паника, они реально, вот эти вот какие-то неосознанные поступки, дурацкие совершенно решения, вот оправдываются только тем, что они в ахере, они не знают, что делать с компанией дальше. Вот там. И сейчас что получается? Получается, что Алиана в очень расстроенных чувствах ушла, и ее структура, там товарооборот около миллиона рублей, более миллиона, осталась вообще чужому наставнику, который никакого отношения не имеет вообще. Он просто получает процент с этой структуры. Да, и говорит о том, что если бы не я, то я бы не получал бы процент с этой структуры. Вот об этом он говорит. Ну, это мое восприятие. Ой, ладно, конечно. Это вообще другая тема. Беспредел, беспредел творится. Ну, просто... Поэтому ушли мы, поэтому ушла Алиана, вот. У нас как чужая. Алиана ушла в никуда, мы конкретно сразу ушли в другую компанию. То есть мы для себя искали вариант, и мы его нашли. И куда мы... Ой, осталось минуты, прикинь. Мы ушли в Гринвей, давайте мы отдельно пройдем про Гринвей, у нас был день рождения компании. Круто все в компании, и мы рады, что мы ушли, особенно глядя на все, не передать, какое облегчение я испытывал вот последние три дня, когда я уже знал вот эту вот всю историю там с этими переходами, переносами, там обращениями, короче, кидал нам в компании НЛ. Когда ты попал вот в компанию, где вообще никаких интриг нет. Все просто, открыто. Все настолько прозрачно, настолько простые люди. Вот, блин, это тема отдельного эфира, мы об этом поговорим, но, поверьте, это просто небо и земля. Такие кайфовые ощущения, понимание того, что такое существует, это очень круто. Многие спрашивают, не жалко было вам оставлять команду, там, доход свой пассивный, вот этот, да? Ну, было сложно. Да, в какой-то момент было сложно, но сейчас вообще не жалко, потому что мы понимаем, к чему там происходит. Понимаем, что есть сейчас, да, и что будет. Так, ладно, давай завершим эфир. Все заканчивается. Все, пока, завтра выйдем, расскажем про Гринвей. Доброй ночи. Доброй ночи.